Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях представитель борцовского клуба «Ахмат», чемпион мира, неоднократный чемпион России Чингис Лобазанов. Чингис Лобазанов – чеченский борец греко-римского стиля, представляющий клуб «Ахмат». Он является чемпионом мира, призером чемпионатов Европы, Европейских игр, победителем национальных чемпионатов и гран-при Ивана Поддубного. Следующий свой старт Чингис, если успеет залечить травму, проведет на чемпионате России. Он состоится в середине июня во Владимире. Приветствую тебя в нашей программе «Экстра Раунд». Чингис, недавно ты выступил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Очередной турнир в твоей карьере. К сожалению, не золото, но также успешно серебро. Поделись впечатлениями от этого турнира. Насколько доволен собой остался? Особенно, когда турнир прошел, я стал серебряным призером. Это был первый чемпионат международный, где проходил он по новым правилам. И мы все, кто боролись там, можно сказать, это на нас испытывалось. Мы как бы все, кто там боролись, это для нас были новые правила. Поэтому не все успели как-то перестроиться, понять эти правила, ощутить на себе. И времени не было, наверное, они так быстро поменялись. Доволен собой, конечно, я не могу быть. Я хотел золото и мог взять золото. И которые люди положились на меня, доверили, они тоже ожидали от меня золота. Но так бывает, так получилось, что не все так бывает, как мы хотим. Поэтому сегодня только серебро, но дал могла. И будет золото еще. Дал могла. В финальной схватке ты работал первым номером. Но, вернее, во второй половине схватки ты включился, уже набрал обороты. А вот болельщики высказывали свое мнение, что в первой немного не хватало тебе активности. Как ты сам считаешь? Ну, если бы мы знали, как сложится этот поединок, мы бы, наверное, все работали по-другому всегда. Но я выходил на ковер со своим планом, как бы, со своим планом на весь поединок, на два периода. Во втором периоде, конечно, у меня был такой расчет, что я добавлю, и у меня были силы добавить. И, ну, с этим вот приемом, который у меня не получился, да, вот оттуда все пошло не так. Если бы не это моя ошибка, то я думаю, вот эта схватка финальная закончилась бы в нашу сторону. У меня очень много было сил, чтобы добавить. Ну, вот я там ошибся, и поэтому эта ошибка стоила мне золотой медали. Чингиз, насколько тебе комфортно в весовой категории до 74 килограммов? Нет ли дефицита именно физической силы? Как ты считаешь, не уступаешь ли ты в габаритах? И не доставляет ли это тебе проблемы? Чувствую я себя там комфортно. Насчет разных весов, да, у нас, можно сказать, я самый слабый в мире, наверное, в этой весовой категории. Но как-то получается справляться, и я работаю над физикой, работаю над техникой, поэтому не всегда нужно применять физику против физически здоровых людей. Их можно обыграть на технике, поэтому приходится где-то обманывать, где-то включаться, где-то чуть-чуть отступать, и вот такими темпами вроде у меня получается бороться с ним. Конечно, было бы хорошо, если добавить еще 3-4 килограмма, но искусственно добавлять, мне кажется, смысла нету. Естественно, вес у меня 78 килограмм. Ну, вроде получается, но будет еще лучше. А вот были разговоры, что могут, опять же, изменить весовые категории, могут изменить именно подход к взвешиванию. Как ты считаешь, это поможет тебе или нет, если все-таки изменения произойдут? Изменения однозначно произойдут, веса поменяют и формат двухдневного взвешивания тоже ведут они в правила. Для меня это лучше некуда, потому что, ну, как я еще раз говорил, у меня вес очень маленький, там 3 килограмма бывает, чтобы стать на весе. Для меня это, как ни кстати, удачно. Что будут делать остальные, я не знаю, это их проблемы. Пусть переходят, пусть гоняют, терпят. Короче, это для чего делается? Делается для того, чтобы спортсмены не гоняли себя, не гробили свое состояние, свое здоровье из-за этого. Поэтому, может быть, это даже и правильно, что они так делают, потому что я знаю многих спортсменов, которые и пришлось завязать из-за состояния своего здоровья, именно из-за сгонки больших весов. Чингис, ну давай тогда плавно перейдем к первой части нашей программы. Это отработка коронных приемов подразумевается. В данном случае партер, хоть его и в греко-римской борьбе отменили, давай здесь вспомним. Вот это, насколько мы знаем, ты очень хорошо вытаскиваешь своих соперников. Вот покажи свой любимый прием именно, или обратный захват, что ты любишь, или накат в партере, пожалуйста. Давай, давай, Саня, вот ты вот здесь. Вот у тебя весит 90, не буду я палить тебя. Вот нижний партер, положи. Задний я делаю немножко своеобразно, поэтому нечасто его увидите в борьбе. Левую руку я засовываю вот сюда подальше, и поэтому соперник защищается по этой руке. Вот такая рука у меня дальше снизу, вот в ту сторону он поворачивается. Вот я ее засовываю, он поворачивается в правую сторону. Вот, я беру захват и вдавливаю его в ковер, вот так, вот, вдавливаю ковер и жду его реакции. Если он поднимается наверх, ставлю ногу и ставлю его на колено вот сюда, ставлю на колено, и отсюда его строго вверх. Чингис, расскажи, пожалуйста, как ты делал свои первые шаги в греко-римской борьбе, где ты начинал и под руководством кого тренировался? Первые шаги, это в Ростовской области есть такой район, Мартиновский называется. Мы туда переехали, с хутора, короче, в этом районе есть хутор Миронова. А с Миронова переехали в Мартиновку, и отец отвел нас с братом в спортзал. Хотел на вольную отдать, но там не оказалось вольной, и отдал нас на греко-римскую. Там были такие два брата, они сейчас есть, до сих пор там тренируют, это корейцы Хван Борис Павлович и Владимир Павлович. Вот мы начинали у них тренироваться, отец нас тренировал, и они тренировали. Вот так мы сколько там, где-то лет 5-6 там потренировались. И оттуда брат у меня впервые уехал в Ростов, в училище Олимпийского резерва. Там он занимался под руководством Чубарова, Ашот Милконовича. Потом был тренер и до сих пор остается у нас. Муслим Дугучиев, он помогал, когда еще не был тренером, помогал, смотрел за ним. Потом уже я приехал в 2007 году туда и за мной смотрел. И мы решили, что раз у него хорошо получается, он понимает в борьбе, разбирается, почему бы не написать его тренером. Вот так и он стал нашим тренером. По сегодняшний день он нас тренирует. Он заслуженный тренер России, кстати, самый молодой, заслуженный тренер России. Мы тренировались там до 2010 года. В 2010 году нам поступило предложение от молодого, амбициозного, от профессионального тренера Рустема Мамбетова. Он тогда являлся тренером сборной России, олимпийской сбора взрослой. Он позвал Ибрагима, потом меня и Масара Дугучеева. И в 2010 году мы переехали в Санкт-Петербург. Сделали зачет и переехали в Санкт-Петербург. И в 2010 году под руководством Мамбетова Рустема Макрамовича тренировались и по сегодняшний день тренируемся. Теперь у нас тренера Дугучеев Муслим, Мамбетова Рустема Макрамовича. Там же в Питере без чьей помощи мы бы не стали такими спортсменами. Это братья Гасимовы, Машкур Шукурович и Гасим Олег Шукурович. Это азербайджанская диаспора. Они просто в душу нас вложили вместе с остальными тренерами. И они являются нашими тренерами. Они оба заслуженные тренера России. Потом еще один у нас тренер есть там. Тоже заслуженный тренер Неробеев Юрий Николаевич. Вот с этой командой мы работаем. И у нас успешно все получается. Поэтому будем оставаться в этой команде. А вот какая у тебя связь именно с Федерацией борьбы Чеченской Республики? Вот насколько мы знаем, ты так же параллельно представляешь нас так же. Да. Хотел перейти я и что-то не успел. В 2016 году, в 2015 году мы вели разговоры, чтобы наконец-таки уже, скажу, наконец-таки выступать за Чеченскую Республику. Пришел возглавлять Федерацию в УСР с Айтиев. И не только мне, всем было интересно наблюдать, до сих пор все наблюдают. Все знают этого великого спортсмена, его великие титулы, как и человека, как и спортсмена. Все его знают и все только положительное мнение о нем. И первое, что в голову пришло, это я давно этого хотел, но какой чеченец не хочет выступать за свою республику. Поэтому вели разговоры в 2015 году и наконец-то в 2016 году у нас получилось. И я наконец-таки написал Чеченскую Республику. Теперь я выступаю за свой дом, за свою республику, за свою нацию. И скажу вам честно, наверное, если бы я лет 19 назад, когда я только сделал первый шаг, на ковер залез, я бы, наверное, сразу бы попросил всех отца тренеров, чтобы они написали Чеченскую Республику, потому что это уже другая аура, когда понимаешь твой народ. Конечно, и так же люди и в Ростове, которые переживают за меня, и в Питере, и даже во всей России, но это уже совсем другое. Дом это, конечно, и чувствуется, и ты понимаешь, когда приходишь себе домой, здесь люди, которые вот так смотрят на тебя, которые переживают за тебя, да, и твои земляки они. Это, конечно же, другое ощущение. Вот если взять тебя, Ибрагима, как ты считаешь, кто из вас более талантливый борец? Ибрагим, он, как все говорят, он пахарь. Все мы, да, пашем, все тренируемся, но ту работу, которую он делает, я, наверное, половину не делал. Он заслуживал, наверное, больше награды, чем у него и у меня сейчас есть. Он, наверное, заслуживает еще больше. Но так жизнь слаживается, что травмы, которые преследовали его, можно сказать, всю карьеру, насколько все его знают, все помнят, он травмирован был, перед соревнованиями основными, перед чемпионатами постоянно он травмируется. Он какой-то невезунчик, можно сказать. Ну, сколько? Шесть раз был вторым он на чемпионате России. Кстати, это его рекорд, таких сборных, а таких рекордов нет у нас. Если этим можно гордиться, то сборная у нас есть один такой. А как он справился с этим? Наверное, вот большинство людей опустили бы руки после такого. Как он нашел силу себе потом стать все-таки чемпионом России и не раз? Ассамблея опускались и руки. Конечно, когда рядом такая команда, они реально помогают спортсмены. Тренера должны быть не только тренерами на ковре, но и психологами в жизни. Поэтому у него один раз плечо выскочило, это вывих плеча был, ему сделали операцию. Второй раз сделали операцию, потом это плечо левое, опять вывих был, опять операцию. Потом опять же то, опять оперировали. И после каждой операции, конечно, любой спортсмен, ему психологически тяжело бывает. Но есть тренера, которые говорят, да ничего, давай вылечим, потом посмотрим. Не хочешь бороться, ладно, не борись. Что мы придумаем? И вот когда подготовился он без травмы к чемпионату России в 2015 году, выиграл. Подумный тоже выиграл. Подготовился без травмы в 2016 году, опять выиграл и подумный, и чемпионат России. А как родители относятся к вашему успеху? Успеху. И вообще к вашему выбору? Они, первый вопрос, который задают, не травмировался-то, ничего не болит? Нет, все, потом, а потом уже радуется. Так же и когда проигрываешь, там ничего не травмировалось, ничего не случилось, нет, говоришь, не говорят, ну это самое главное, короче. Для каждого родителя, наверное, они больше переживают за здоровье своего ребенка, поэтому для них поражение, победы, да, это не главное. Главное, чтобы ребенок их был здоров, и чтобы он занимался тем, чем в душе угодно, полезными вещами. Доволен их ребенок вот этой работой, вот есть чем ему заняться, а не шататься, ходить, ерундой заниматься. Вот для них это, наверное, самое главное. Чингис, ну вот теперь вторая, основная часть нашей программы. Давай тогда поработаем в стойке. Как ты любишь раскрывать соперника и какие приемы любишь проводить в стойке именно? Ну, в стойке много есть приемов, да, которые можно сделать, именно делается по сопернику, как он выгодится, как он, как ты говоришь, раскрывается. Самое основное, да, что у меня получается делать, это выводить его за бросок. Из равновесия. Да, на кочергу называется, это бросок, бросок с рукой. Это, вот, мы начинаем бороться, соединяться. И в борьбе приходится раскрывать, да, соперника. И каждый его по-своему раскрывает, каждый по-своему раскрывает. Например, я могу его пытаться раскрыть вот этим движением, да, он проваливается на меня. Вот, движение, он поднимается, начинает тело поднимать, отсюда можно и за кисть сделать. Это как он руку ложит. И здесь рука, и из такого захвата можно. Но это как он поведет себя. Вот, дворимся, я сяду за кисть, проваливаю, подсаживаюсь вот сюда и скручиваю. Опа! Хорошее приземление. Да, ты у нас спортсмен, поэтому... Хорошо приземляюсь. А вообще, вот, насколько это серьезная задача раскрыть соперника в современной грекоримской борьбе, когда все подготовлены, а вариантов не так и много? Да, если по юношам, молодежно было это делать легче, то уже по-взрослым все уже профессионалы и все лидеры своей страны, и очень тяжело бывает их вловить. Поэтому приходится не только одним движением, а порой приходится целую минуту выводить на один прием. Можно сделать 5, 6, 7 обманных, ложных попыток и на 8 раз сделать то, что ты задумал. Поэтому взрослой команде очень тяжело бывает обмануть соперника. А чтобы это сделать, приходится тратить невероятную энергию, силы. Поэтому большинство у нас схваток и заканчивается, когда встречаются равные 1-1, 2-1, 3-2. А так, если у спортсменов, ну не у всех получается, если, конечно, получается это делать у спортсмена, это человек уже на голову выше другого спортсмена. Борьба у всех разная. Кто-то, вот, например, европейцы, они как борются? Они пихачи. Они начинают забивать руки, пробивать, и вот эта толкотня у них. Давление, да, поставлено? Давление, толкотня, а приемы делать не умеют. Поэтому, когда с ними в их борьбу ходишь, бывает чуть-чуть некомфортно и тяжело приходится. Есть люди, которые техникой выводят. Броски пытаются делать, обманывая, да, опять-таки, выводя на прием. То есть разные спортсмены, и с каждым нужно по-своему, каждому нужен свой подход. Кто твой самый принципиальный соперник в карьере? Это в стране или в мире? Вообще, вот, можно и в стране, и в мире. В целом, это человек, вот, назови человека, вот, схватки, с которым носят для тебя такой особенный характер. Особенно, я никогда, наверное, об этом не задумывался, потому что есть у нас, есть много соперников. Например, я никогда не боролся с корейцем. Это Ким. На сегодняшний день он считается самым выносливым спортсменом. Мне было бы очень интересно с ним побороться. То есть, есть много соперников. Тот же Джуфалакян, тот же, это я из других стран называю. Датчанин, Мэдсен. Датчанин, Мэдсен, да. В стране у нас есть немало спортсменов. Это Магомадов есть, Билан Нальгиев есть, Рома Власов, Александр Чеховик. То есть, у нас и хватает. Но чтобы вот так конкретно на кого-то настраиваться, я не знаю, это может быть, это и неправильно, а может быть, и правильно. Но я никогда не брал себе там соперника кого-то и строго там вот на него готовиться, вот о нем. Это все. У меня такого не было. Я готовился к соревнованиям, готовился ко всем соперникам вместе. То есть, у нас много соперников, вот ко всем к ним у меня индивидуальный свой подход. Но я никогда не брал там себе кого-то там принципиального соперника. Ильяс, Магомадо, Билан, Альгиев, это твои друзья, это твои братья, можно сказать. Тебе приходилось с ними бороться. Насколько тяжело бороться с друзьями, с близкими? И после этого, насколько удалось сохранить ваши теплые те же отношения? Да, друзья, в сборной мы все дружим. То есть у нас есть с другими, тот же Рома Власов, Александр Виккин. Это хорошие ребята, у нас одна цель. Также мы дружим, но да, с кем-то чуть лучше, с кем-то чуть хуже. Билан и Ильяс, конечно, мы очень тесные у нас отношения, мы с задним столом кушаем, в номерах живем. Можно сказать, я вырос на этих двух ребят. Я когда 71 боролся, залазил к ним, с ними работал, особенно с Биланом. Каждый день мы с Биланом работали, с Ильясом работали. Можно сказать, я вырос на этих ребят, да. И, ну, приходится нам настраиваться. Приходится настраиваться на соревнованиях. И, ну, не совсем хочется так, как с другими бороться с ними. Но ты понимаешь, что нужно, но эта борьба, ты должен понимать, что ты обязательно встретишься с ним на ковре. Поэтому мы относимся к этому, можно сказать, спокойным. Уходим, боремся, уходим. Там, Ильяс, Билан, я там ничем не обидел тебя. Нет, здесь обидел ты меня, насти крови. Нет, нормально крови. И вот так мы расходимся, так же дружим вообще. Прошлый олимпийский цикл сложился очень обидно, можно сказать, для тебя, Ченгиз. То есть, все было у тебя, чтобы пробиться на Олимпиаду, но не получилось. Вот насколько, опять же, тяжело было преодолеть это и вернуться. Даже помню, были мысли у тебя, даже на какое-то время пропало желание бороться. Да, этот олимпийский цикл, от него в одном шаге было. Обидно, досадно. Ну ладно, Олако, вот так говорим. Ну, что поделать, я проиграл здесь. Есть там еще свои моменты, но вспоминать это сейчас, ну, с тех, там, с 15-16-х годов, эти моменты, которые там не совсем получилось. Это уже все было, все прошло. Надо было выигрывать чемпионат России, и дальше уже было бы легче. Поэтому, что могу сказать, ну, не получилось, мне не было, не суждено туда попасть. Есть спортсмены, у которых были хуже ситуации. Люди бывало там, из-за травм не попадали, это еще обиднее. Поэтому все как идет, как по накатанной. Ну, мы понимаем, что вот, если тебе это не суждено, ты туда не попадешь. Ты работал, ты все делал для этого. Поэтому приходится забыть это все и дальше тренироваться. Если ты хочешь попасть туда, ты забудешь и дальше тренируйся. Поэтому пришлось забыть и дальше тренироваться, короче, дальше. Вот у нас начался новый цикл, вроде, можно, если это можно назвать удачным. То есть, сегодня у меня серебро за страну. Но я думаю, мы это как-нибудь исправим в дальнейшем. Ближайший чемпионат России, будешь ли ты на нем бороться? И если да, то как к нему подходишь? Я очень хочу бороться на этом чемпионате. Мы недавно приехали в чемпионат Европы, где меня травмировалась нога эта левая. Вот в этом месте я ее лечу, мы ее стабильно у нас в больнице. Колем, мажем, током лечим, да, вот эту процедуру делаем. Мы на связи со старшим тренером Гогимом Ивановичем Кугошвили. Вот буквально перед началом я разговаривал. Он звонил, спрашивал, интересовался за здоровье, то есть мы с ним на связи, он в курсе. Я очень надеюсь, что я успею, смогу подготовиться к чемпионату. Но если я не буду себя чувствовать комфортно на ковре, я думаю, мы со старшим тренером, со своим тренерским штабом, как-нибудь решим, что делать дальше. С такой ногой пока я не могу выйти и проиграть там из-за этой травмы. Поэтому надо будет как-нибудь прийти к решениям. Я думаю, что мы этот вопрос как-нибудь решим все вместе. И последнее, Чингис, недавно создали клуб, борцовский клуб «Ахмат». В связи с этим, как изменилась ваша спортивная жизнь, какие изменения грядут и что вам стоит ждать и нам, конечно. Да, нас создали борцовский клуб «Ахмат». Теперь и борцы вольного стиля, и греко-римского мы все относимся к «Ахмату». Уже начинаются изменения, уже начинается с нами, вот мы между собой разговариваем. Уже спортсмены это как-то уже, как-то вдохновляет это спортсменов уже. И вот с кем бы я ни говорил, мы общаемся, делимся, «Ахмат» и все такие, ну сейчас понесется, короче. Поэтому все настроены только на победы. Этот клуб благодаря, конечно, все это благодаря, вот все, что здесь проходит, происходит. Все благодаря Рамзану Ахматовичу, отдельное ему спасибо. Благодаря Адаму Султановичу, это почетный президент у нас, Чеченской Федерации, да, борьбы. Я думаю, он будет возглавлять это под его руководством. Будет проходить этот, создаваться, ну уже создался, обновляться клуб «Ахмат». С тем же Буэйсар Сайтеевым, Ислам Дугучиев. Есть еще много, много ребят, это команда одна, которая относится к этому клубу. Поэтому я думаю, это была отличная идея создать этот клуб. И она свои плоды возьмет. Чуть-чуть подождем. Ну что ж, желаем тебе удачи именно в развитии дальнейшем и развития нашего клуба «Ахмат». Ну и, конечно же, здоровья тебе, чтобы ты подлечился и выступил на чемпионате России. Дал маршал, дайл, дал астробой. Спасибо, что принял участие в нашей программе. Только с радостью. На этом программа «Экстра раунд» завершается. Спасибо, что сегодня были с нами. Не пропускайте наши следующие эфиры. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok